Дай почитать. Дмитрий Путилин, расследовавший сотни преступлений благодаря необыкновенно тонкому вниманию и чрезвычайной наблюдательности. Вот как о нем вспоминает Анатолий Кони, выдающийся русский юрист. Большой юмор, своеобразное лукавое добродушие, умное лицо, проницательные кария глаза, мягкие манеры, малороссийский выговор, крайняя находчивость в затруднительных случаях. Он умел отлично рассказывать, еще лучше вызывать других на разговор, хотя место и степень его образования были покрыты мраком неизвестности. Действительно неясно, окончил ли он хотя бы гимназию. В Советском Союзе о Путилине не любили упоминать, потому что он занимался в том числе и политическими делами, например, делом Чернышевского. Но все же настоящую известность ему принесли именно уголовное расследование. Но уже в начале 20 века Путилин стал героем рассказов, повестей, романов и даже персонажем авантюрного фильма «Сонька, золотая ручка». После революции 1917 года о нем не писали, и только Леонид Юзефович сделал Путилина главным героем своей детективной трилогии, состоящей из романов. Костюм Орликина, Дом свиданий, Князь Ветра. Были и фильмы, и сериалы. Незадолго до смерти гениальный сыщик написал книгу «Среди грабителей и убийц. Воспоминания начальника сыскной полиции». Сразу предостерегу. Это не художественная литература. С точки зрения стиля и подачи сухо, сдержанно, удивительно, современно, реалистично, без изысков, правдиво, но от этого не менее страшно и впечатляюще. Горько осознавать, что человеческая жизнь так хрупка и порой стоит несколько рублей, хоть и дореволюционных. Запомнились реальные дела, раскрытые Иваном Дмитриевичем Путилиным, сумасшедший палач, убийство в Гусевом переулке, финал любви, как убивают, моментальное сумасшествие и другие. Без литературных красот, высокой эстетики, но невероятно правдиво. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!